Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова рады приветствовать вас на нашей передаче, на которой продолжаем обсуждать вопросы, поступающие от самых активных участников наших с вами телевизионных бесед. Как и обычно, хочется поблагодарить всех тех, кто продолжает присылать вопросы на адрес нашей студии, тем самым являя интерес к тем тематикам, которые мы обсуждаем в рамках наших телевизионных встреч. Когда мы с вами пытаемся определить понятие обиды, то прежде всего должны знать, что это является нашей реакцией на поведение того или иного человека. Причем от нас совершенно бывает порой сокрыты внутренние мотивы, которые движут человеком, причинившим нам определенную боль или неприятность. Для нас с вами сокрыт внутренний мир каждого окружающего нас человека. Ко всему прочему, мы до конца и глубинно не знаем о том, в каких условиях формировался этот человек, каково было окружение, в котором он формировался. И ко всему прочему, нам неизвестна его внутренняя жизнь. И поэтому иногда мы весьма удивляемся, когда человек проявляет или акты героизма, или, наоборот, показывает нам своего черного внутреннего человека, свою гнилость, или совершает по отношению к нам подлые поступки. Я пытаюсь сказать о том, что все весьма относительно. Мы знаем о той реакции, которую являл спаситель наш Господь Иисус Христос, сталкиваясь с откровенным злом и неприязнью к себе. В ответе одному из обидчиков он сказал, что мог бы призвать легион ангелов, которые бы защитили его и смогли бы стереть в порошок его обидчиков. Но, однако, в ответ на ту неприязнь и злобу он являет прощение. И, ко всему прочему, свисая с креста в тяжких муках, он молится Отцу Небесному о прощении тех, кто его распял и предал этой позорной и мучительной смерти. И вот этот пример, он являет нам то, что никакое зло не способно вызвать ответную реакцию, если в нас самих оно не присутствует. Но, к сожалению, наше поврежденное естество устроено таким образом, что мы имеем в себе все начатки пороков и грехов, которые иногда осуществить, физически воплотить мы или не имеем возможности или условий. Врачи утверждают, что нет абсолютно здоровых людей. И действительно, как утверждают же они, в нас с вами есть начатки абсолютно всех смертельных заболеваний. Такие заболевания, как рак и прочее, не возникают совне, они начинают развиваться внутри самого организма, когда вдруг по непонятным, необъяснимым причинам клетки начинают молниеносно делиться, образуя и опухоль. То же самое можно сказать и о тех греховных страстях и пороках, которые подобным же образом существуют в нас, но при удобных обстоятельствах начинают вдруг проявляться. Мы с вами утверждаем вместе с тем, читая Евангелие, что Бог благ, есть абсолютная любовь. И Он каждому человеку хочет спастись. Спасение – это наследование Царства Небесного, которое населяют люди, максимально приближившиеся к Его идеалу. Или, более понятно изнесняясь, можно сказать, люди, максимально исцелившие свою человеческую природу, приведшие ее к максимальному состоянию идеала, возможному на этой земле. И в данном случае речь идет об исцелении. Но исцеление, как вы понимаете, невозможно без осознания человеком своих немощей и пороков. И вот Господь иногда ставит нас в такие ситуации или сталкивает нас с такими людьми, соприкосновение с которыми делает явными для нас или обнаруживает наличие внутри нашего человека страстей и пороков, которые при благоприятных обстоятельствах или спокойных вполне нами не замечаются. Ну вот, например, чувство гнева. Иногда человек не подозревает в том, что он внутренне яростен или зол. Но, однако, вдруг возникает ситуация, при которой он вскипает, выходит из себя, начинает кричать, багровеет, выражается нецензурно, бронится и долгое время потом остывает, переживая чувства и стыда и вместе с тем состояние опустошенности. Не было бы встречи, не было бы конфликта, не было бы явное наличие этого порока. То же самое можно сказать и обо всем остальном. Очень часто люди, приходящие к исповеди, обычно аргументируют свою порядочность таким образом, что я не пью, не курю, никого не убивал, не обманываю, живу себе один, всем желаю добра. И вот то, что они считают доблестью, на самом деле для многих людей является просто неосуществившимся желанием. Вот как часто, например, в очередях или в крупных скоплениях людей приходилось слышать такую фразу. «Если бы у меня сейчас был автомат, всех бы перестрелял». И вот эта фраза, она как бы выявляет то, что находится внутри самого человека. То есть для осуществления убийства или реализации внутреннего гнева, вызванного, может быть, завистью или неприязнью, не хватает только материального средства или оружия. И человек, находящийся в состоянии гнева, в этот момент, попадись ему под руку, любое огнестрельное оружие осуществил бы свое намерение. Поэтому Господь своей милости очень многих людей, в которых Он провидит дальнейшее развитие или физическую реализацию страсти, покрывает своим милосердием и не дает возможности осуществить этот замысел. Поэтому то, чем мы иногда хвалимся, не реализацией тех или иных страшных преступлений или пороков, это лишь милость Божия и хранительство Ангела Господня. Подходя более ближе к ответу на ваш вопрос, можно сказать, что, безусловно, так как мы являемся людьми поврежденными и не способными иногда к такому подвигу прощения, как Господь наш и многие святые, как преподобный Серафим Саровский, который был избит злонамеренными людьми, искавшими у него золото до полусмерти и последствий простивших их, мы испытываем чувство раны или боли, когда соприкасаемся с подлостью, непониманием или нелюбовью по отношению к нам других людей. Иногда действительно мы способны простить, забыть, покрыть забвением, и рана наша иногда затягивается, но рубец остается, и иногда боль от соприкосновения, прикосновение к нему снова начинает действовать в нас. Это может быть и не злопамятство, но напоминание о той ране, которая была нам нанесена. Безусловно, тот идеал, к которому каждый из нас, как христианин и человек, должны стремиться, должно быть в состоянии нереагирования на зло или конфликт. Мы должны проходить мимо и пытаться создать внутри себя такой мир, который никогда не был бы поврежден. Но, к сожалению, это стремление и это высота, к которой мы все должны идти. Вернейшим и действенным способом, которые рекомендованы и отцами церкви, посвятившими всю свою жизнь излучению внутреннего человека и борьбе со страстями, является молитва за того человека, память о котором вызывает в нас боль. Молитва искренняя и сердечняя, с просьбой всего самого благого для этого человека и, безусловно, прошения к Богу о прощении и покровении нас самих, о том, чтобы Он дал нам силу простить подлинно и истинно, как прощал Он и таким образом доларовал нам свою собственную любовь. Читая Святое Писание, мы с вами знаем о том, что Господь посылает свою милость и свою любовь абсолютно на всех людей. Солнце светит на добрых и злых, и дождь Господь посылает на людей, любящих Его и не признающих. Безразличие Он дает благо. И вот эта Господня любовь должна впоследствии стать и нашей. То, чем должно, чем мы должны обладать. Но любовь не есть чувство, это есть состояние и вместе с тем колоссальнейший труд, которому все мы должны прилагать всевозможные усилия. Я благодарю вас за этот замечательный и нужный вопрос и вместе с тем желаю, чтобы та рана, которую нанес вам человек, впоследствии не только зарубцевалась, но и вообще исчезла из вашей собственной жизни. И чтобы напоминание об этом человеке более не вызывало в вас никакой негативной реакции. На этом наша передача окончена. Я всех вас благодарю еще раз за те замечательные вопросы, которые вы присылаете на адрес нашей студии. Все вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова